Ребята, доброе утро! Вот и пришло 13 июля, тот самый день, которого очень ждали. Сегодня у меня день рождения. Я первый из нашей семьи, скажем так, открываю сезон дней рождения в Америке. Потому что в нашей семье трех человек дни рождения летом и мой самый первый. Через пару недель Диана и в конце лета Лена. Так что сейчас утро, начало 8-го, и я собираюсь ехать в магазин. Почему так? Потому что кроме того, что сегодня день рождения, сегодня также у нас с Леной годовщина свадьбы. Сегодня 8 лет с момента, как мы женились. Поэтому надо сделать какой-то подарок. Мы женились на мой день рождения и мы женились, вопреки всем вот этим заговорам, или как это называется, люди обычно говорят, нельзя жениться там в пятницу 13-го, нельзя жениться в высокостный год и так дальше. Вот мы пошли против этой системы, мы поженились 13-го в пятницу в высокостный год. Поэтому, кто считает, что это плохие дни, я вам скажу обратно, это нормальные дни. Как можете видеть, 8 лет прошло, все отлично. Так что не пугайтесь этих цифр. Утром немножко почитал местные новости и, конечно, почти каждая вторая новость в ситуации со здоровьем в стране сейчас. Пишут, что много заболеваний началось после 4-го июля, потому что люди все там на пляжах, тусили всей толпой и как бы много чего было в Мичигане, там на озере Мичиган, ну и так далее. Техас уже на третьем месте за вчерашний день, всего 6 тысяч случаев, Флорида на первом 15 и Калифорния 7 с чем-то. Суть в том, что в любом случае тенденция еще сохраняется, поэтому прославляться не стоит. По поводу дня рождения, мы не будем никуда ехать, никакие там общественные места, парки гулять, мы постараемся по-скромному, у нас вот здесь вот в зоне барбекю пожарить сегодня мяско, делать бургеры, покушать тортик, еще чего-то может пожарить. То есть у нас не будет какой-то большой компании, я пригласил всех соседей русскоязычных из нашего комьюнити. Я думаю, что массового скопления людей здесь не будет, ну не будем наглеть, конечно, все равно будем как-то аккуратно к этому подходить. Цветы здесь выглядят так, они фасуются с разных типов цветов, что довольно интересно, не так, как только розочки или только тюльпанчики. Красиво выглядят, надо найти, что больше понравится, на мой взгляд, Елене. Здесь еще можно взять такие штуки, это воду засыпается для цветов, и вроде бы они дольше стоят. Но, по крайней мере, предыдущие у нас долго стояли, недельки-три где-то. Что касательно работы, сейчас у нас на проекте начался процесс, активно начался процесс переноса данных из нашего сервера на сторонний ресурс. И как раз проект, который будет все это приносить, им занимаюсь я. Ну, кроме того, вовлечены здесь очень много специалистов из той сторонней конторы, компании, которая будет принимать наши данные. Куча наших project manager, бизнес-аналитиков, которые сопоставляют данные, которые пишут правила, что делать, да и как делать. Получается очень много писанины, очень много документации, и все это надо как-то в мой проект внедрить. Вроде бы, с одной стороны, несложно, но если речь идет о товарах, каких-то там, о картинках, о ценах, это несложно. Когда речь идет о исторических заказах, которых там сотни тысяч, то это уже намного сложнее, потому что их надо писать с большим количеством данных, эти данные надо где-то взять. Я, всю структуру базы данных, я еще не совсем знаю, надо к кому-то обращаться. И плюс проблема в том, что элементарные вопросы зачастую занимают очень много времени. То есть ты импортировал какие-то данные, импорт был неудачным. Ты не можешь понять, что произошло. Ты не можешь просто спросить у кого-то, что случилось, ребята. Тебе надо создавать тикет специально, назначать на ребят строя компании. Они потом, как у них будет время, они посмотрят, ответят. И есть вероятность, что даже их ответ окажется неполным для тебя, тебе надо будет что-то уточнить. А прошла уже неделя, и ты уже даже не помнишь, что там было. Ты уже другой задачей начал заниматься. В общем, все задачи очень сильно затягиваются. И за счет того, что никакую закрыть не можешь из-за таких вот моментов, их очень много открытых у тебя, голова квадратная. Так что весело. И сейчас начались митинги за митингами. Четверг-пятница мы сидели, четверг-полдня общались. Они нам рассказывали, в каких системах работает. В пятницу мы свои организационные вопросы отмечали по поводу того, как мы будем запускать этот импорт, как он будет работать, с чего начинать и так дальше. Сегодня у вас опять будет очередной митинг. В общем, что сегодня? Ну, опять по поводу импорта. Будет с 11 до 12. Так что день веселый. Будем работать, будем общаться, будем нагонять все, что можно. Вот так. Казалось бы, да? Взял и сделал, так нет. Надо кучу бюрократии пройти сначала. На то это старственная компания. Вот так вот, ребята. Пока я делал занятку, Лена с Дианой пошли прогуляться. Смотрю, машины нет. Ну, думаю, ладно, может, поехали в парк. Так, пришли. Папа, поздравляй. Ой-ой-ой. Ого, а это все мне? Я хочу тебе вот такие куда-то рамки. Круто, спасибо. И вот это. Это мне? Это самые стильные. Серьезно? То, что я сам себе не могу купить, наверное, одежду, да? Не могу, даже не знаю, как. Я тебе ее даю. Смотри, все в стиле твоей вишнице. Да? Даже флаг. Вот это гульнем сегодня. Уже гуляем. Еще одна батарея. Давай. Это тебе. Это мы с Дианой поддерживаем твое увлечение спортом. Серьезно? Такая спортивная кофта. Круто. И тоже подстильные вишнинки, да? Красно-зеленые. Все. Придет осень, будем бегать. Ребята. Ну, это на велике что? Молния левая. И что это значит? Нет, это было в мужском отделе. Перестань. Это мужское все. Папа, на корточки сядь? Ну, нормально, чувак. Будем бегать. Все, народ. Кто бегает, присоединяйтесь. Кто не бегает, обязательно начинайте. Будем бегать все вместе. Ну, пока у нас вечером 30 градусов, бегать не сильно комфортно. Катаемся на велике. А осенью погнали. Все будем бегать, километры за километрами наматывать. Дианочка, а ты чем занимаешься? Я сама себе приготовила. Себе, а нам сделаешь? Да. Да? А мы кушаем овсянку. Не знаю, почему кто-то говорил, что овсянкой можно до 35 лет здоровья высотать. Я как-то не вижу ничего плохого в этом. Опишите более детально, пожалуйста, что вам нравилась овсянка, чем она не угодила. Вроде бы как не вредный продукт или что-то, а какие-то особенности в ней есть, возможно. Но я пока не нашел. Ну что, ребята, отсидел очередной митинг. Точнее, не отсидел, а отговорил даже. Потому что митинг по поводу импорта первоначальной, в первой очереди данных был. Через постмен делается, не через мое приложение еще. Это была головная боль для меня на той неделе. Я очень долго разбирался, что им надо реализовать для этого постмена. А по факту оказалось, что вообще надо было совсем другое делать. То есть чем больше людей замешано в каком-то процессе, тем меньше порядка. Это просто хаос. А учитывая с тем, что ты еще не все понимаешь, что они тебе объясняют, то это просто умножить на 3, наверное, этот хаос можно. Потому что у меня сейчас мозг реально кипит. Знаете, это, наверное, где-то шестой раз, когда я бы хотел отсюда уволиться и убежать куда-то подальше от этой компании. Но я понимаю, что так нельзя, потому что если уволюсь, то будет только хуже. Поэтому сейчас надо собраться с мыслями, опять вникнуть во все, повторно во всем разобраться, повторно запросить другую информацию, которую теперь уже надо. И все, и все пройдет. Зато к вечеру, когда я с этим справлюсь, у меня будет чувство удовлетворения о том, что я все же преодолел очередное препятствие. Это такое чувство на этой работе уже неоднократно было. Когда сначала ты паникуешь, а под конец ты все же счастлив. Поэтому, как бы, благодаря этому опыту я сейчас понимаю, что все решится. Главное сейчас взять контроль над ситуацией и потихонечку начать разбираться шаг за шагом. Так что сейчас 12 часов у нас, осталось 5 часов рабочего дня. В 3 часа дня я пока сижу, работаю, работает кондиционер, я пишу код, Глава плавится, и я случайно так взглянул на телефон и понял, на что я подписался. У нас сегодня 41 градус. 41. И в 6 часов, когда я всех позвал, будет 40. Но все придут не на 6, а чуть-чуть попозже. Ну, а мы начнем именно в плюс 40. Вот это будет не слабо. Так что, хорошо, что очень много льда запасли к себе. Наделаем холодных напитков, оденемся, чтобы не сгореть, и будем жарить мясо. Или солнце нас жарит. Кто-то сегодня точно кого-то пожарит неслабо. Почти в 4 часа мы добрались, наконец-то, до обеда. С этими всеми задачками было, конечно, не до этого. Елена уже что-то нам приготовила. Здравствуйте. Привет, все тоже. Все тоже, понятно. Ну, арбузик добавился еще. В холодильнике он занимал много места, пришлось его убрать. Ну, и так, по старинке семочки. Хлебчик, борщик, Диана. Мама, папа, мам. Спасибо. Это мой шарик теперь. У меня их очень много. Не часто такое бывает. Да, Дианочка? Все, народ, 5 часов. Рабочий день закончился. И закончился не потому, что мне просто облом работать, а потому, что, в принципе, не с кем работать. Все ушли домой. Потому что в Америке как раз так принято, что когда заканчивается рабочий день, все валят. Никто не задерживается, никто ничего не делает. Я отсаживаю маргариту. Заряжаемся? Начинается веселье? Окей. Да. Ребята, вот это то, что мы берем с собой. Это не все, да? Что это? Булочки для хот-дога, булочки для бургера. Писташки, арахис. Котлеты, дегонские, салаты, сыр, сосиски, намазка, виноград, помидорчики, полотенца. Ну, в общем, как, не знаю, едем на неделю куда-то. Да, надо было брать вчера ту тачку. Она, конечно, большая и немножко громоздкая, но вот нормально. Что? Гениальная идея. Что, поехать? В багажник, да, что? В багажник? Ну, и подъехать. Ну что? Вот так вот живут в Америке. Если 100 метров далеко нести, надо машину загрузить и подвезти. И все будет окей. Кто назад за рулем поедет? Кто назад за рулем? Андрей, он не будет пить, да? Или ты будешь пить? Не будешь? Все, у нас есть трезвый водитель. Отлично. Вискарик тоже пойдет. Он охлажденный. Будем в термос убрать его. Иначе охлаждение его все закончится очень быстро на такой жире. Все, загрузили машину. Шарики взяли. Хорошее настроение с собой и погнали. Самое главное, чтобы люди пришли. И достаточно количество. Обидно будет, если у них у кого не получится. Но зато посидим. Как в Карелии. Дорога была не длинной. Меньше минуты. И теперь вот это все выгружаем. Главное, чтобы там козырный столик был свободен. А вот сколько много пакетов. Привет. Привет, привет. Спасибо. Привет. Бухать готовы? Я уже час сижу на сухой. Я же на всем написал. А я проигнорировал. А, я понял. Окей, располагаемся. Надо приглашать вообще. Шарики. Разбежаться и всем в конверт кинуть. Конечно. С уведомлением. Ой, пассивки. Спасибо. Красота какая, да? А я не все. Ой, это тебе. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Папа, может, это играть? Можно, это играть? Может, это играть? Не-не-не, потом, потом. Мы даром на первую шью. Чтобы ты мог защитить свою семью. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Папа любит. Спасибо. И 15. Ой, не страшно. И, что мы как-то сумбурно поздравили. Давайте что-нибудь пожелать. Паша, с днем рождения тебя. Будь крепким, как и растапами. Так, пожелать. Да. В общем, удачи тебе в этой стране. Надеемся, что через несколько лет будем встречать с днем рождения в высшем доме. Спасибо. Так и сделаем. Спасибо. 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 Михаил, вы прекрасно выглядите. Говорил народу, что сейчас все поразбегаются с бассейна, потому что мы шуметь начнем. И как вы думаете? Все убежали, осталось до человека только. 41 градус жары, как только 38. Да, только ниже 40, все домой бегают. Налетаем. Страшно. Налетаем. Тебя охладно, у нас пояло. С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. Спасибо. С днем рождения, ура. Сейчас последняя парочка уйдет. Да, выгоняемся. С днем рождения. спасибо что первый стол прошел перерыв ведем мясо жарить народа из англоязычных остался только дед на наушниках потому он нас не слышит а так все гуляем отдыхаем фактически арендовали бассейн можно сказать за бесплатно за банплату за квартирную плату идемте к мангалу мы с леной с вами почти жарить может еще кто-то подойдет но классно когда большая компания можно ли детей оставить дети все поясах плавательных или как они правильно называются поплавках вот этих ногах чтобы не утонуть и который самим снять нельзя поэтому душа спокойно мы пришли у нас вот такая вот зона барбекю есть мангалы для углей 2 пару столиков высоких один большой и два газовых таких барбекю мы конечно будем на газом да я согласен с вами что на углях лучше много дольше а мы хотим по быстренькому до 200 градусов только чтобы все отлично давай быстро начнем собственно наш мангал как он работает сзади установлен бак смотрим нас есть нам надо открыть баллон молодцы люди даже закрыли не все закрывают здесь есть таймер на 20 минут поставим потайл и зажигаем чик плачем все ручки и жмем для поджига все зажегся мангала максимально оставил надо сейчас ай горячая штука было 10 градусов стрелка заклинила я только что стукнул чуть он до 100 опустился чик это просто ты взял дернул положил это не надо сидеть дома там что-то делать еще любит американцы да чтоб все было просто поджог газ досталось морозилки вкинул 15 минут и уже кушать слушай там бумажка осталось вообще-то классная тенденция когда мы приходим все раз разбегаются гуляй себе слушай любую музыку никому ты не мешаешь дети бегают мотается кто-то в джакузи кто-то бассейн я еще столько русскоязычных здесь не видел одновременно так что мы уже пожарили котлеты для бульгеров здесь 4 здесь уже почти готовы еще булочки только вкинуть осталось все и здесь веганские сейчас жарятся для тех кто не любит мясо но хочет кушать типа мясо им ребята разрыв шаблона получился пришло две семьи американцев они заходят на бассейн здесь много людей ничего не понимать что есть говорят у них такие лица были как будто они приехали на какой-то курорт двое стране но ничего мы тоже себя так чувствовали они тоже почувствуют какое-то нам в общем когда мы загружали машину сегодня вечером я встретился с соседом и сказал ему что у меня сегодня день рождения как бы мы будем возле бассейна праздновать приходи если сможешь потому что он тренажер поезжал парень не русскоязычным местный не только что мы шарим мескво и приходит он со своей девушкой и дарит подарок вроде ясно сказал что подарки день рождения меня но так что в любом случае классно диана будет счастлива мы обязательно занесем чего-то покушать youtube kids youtube kids все нормально да чувак я просто выходил с камеры на голове ну камера была выключена меня он так поставила меня понял по ходу подавить решил такой сделать этот подарок тем временем не то самое до 10 минут наши затянулись на часто бургеры готовы к облоге тоже народ налетает лена молодец приготовил дети довольны все отлично этим временем я вернулся домой отнес некоторые вещи здесь и взял торт торт и мороженое у нас меня рекордное количество людей 22 человека меня такого наверно с школьных времен не было обычно там 8 10 человек и все тут 22 человек круто очень рад такой таком большом количеству и принципе что люди все такие приветливые все рады все довольны всех платочное настроение поэтому идем радовать дальше Еле задумывал спасибо тортик раздали всем осталось немножко все довольны все яд на огонь есть даже морожки такие пробнички мороженого взяли но все просто тащатся от него народу полно у нас здесь метап собрался айти метап ребята обсуждают важные темы часть людей уже ушло по кому это все не надо тут и туда тягает я кстати тоже окунулся вообще класс вода на градусов 30 просто лежишь как в постели если там айти метап то здесь разговоры о жизни разрешите окунуться 344 водичка довольно таки неплохое окончание дня это наверное один из самых лучших понедельников моей жизни пусть мы такие были вторники среды и так дальше опять не тоже сама собой сложится большой плюс в америке что можно машину до оставлять и ключи оставлять здесь окей все ребята день рождения закончился досидели на до 11 часов все ребята остались довольны всем ребятам очень большое спасибо что пришли я знаю что они точно будут смотреть это видео ребята вы большие молодцы я вас люблю очень все круто получилось и сейчас мы раскидали все вещи по местам приняли душ кто-то идет спать а кто-то еще пойдет пообщаемся и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»